Приветствую вас, друзья! Сегодня мы затронем не самую популярную тему, однако считаю ее очень важной, особенно в жизни инвестора. Мы заполним налоговую декларацию 3НДФЛ и оформим имущественный вычет, вычетная из типа А, а также отразим доходы с дивидендов американских компаний и честно заплатим с них положенные 3%. Напомню, что с дивидендов американских компаний удерживается брокером всего 10% при наличии подписанной формы об избежании двойного налогообложения W8BEN. По закону российские резиденты обязаны платить 13% налога, ну или 15% с дохода, превышающего 5 миллионов. Это значит, что разницу 3% нужно уплатить самостоятельно, чтобы избежать проблем в будущем. Также напомню о том, что у нашего государства есть налоговые льготы в виде вычетов, которыми может воспользоваться каждый гражданин, если он получает белую зарплату. Среди распространенных вычетов можно отметить имущественные налоговые вычеты и инвестиционные налоговые вычеты. Также не забывайте, что вы можете возвращать до 15600 каждый год за обучение вас или ваших детей, а также за дорогостоящее лечение. У вас есть два способа подачи этой декларации через интернет. Первый – это сделать все в программе Декларации 2020. Важно, что каждый год выходит новая версия, свежую всегда можно скачать на сайте налоговой. А второй – сделать все онлайн через личный кабинет. Поэтому, когда вы заходите в личный кабинет налогоплательщика, то кликаете на подачу декларации, и у вас появляются два варианта. Давайте сперва попробуем сделать все это через программу Декларация. Кстати, у меня была программа Декларация 2019. Я пробовал сделать все так же, как в прошлом году, но файл не загрузился, поэтому важно скачать новую версию с сайта налоговой. Итак, я пропускаю пункты сведения о декларанте и доходы, полученные в РФ, так как там вы просто копируете данные с вашей справки 2НДФЛ и с вашего паспорта. Затем, если вам пришли дивиденды, вам необходимо поставить галочку «Имеются доходы в иностранной валюте». И у вас сразу появляется под меню «Доходы за пределами РФ». Мы заходим туда. А вот здесь уже поинтересней. Как вы видите, я скачал заранее извещения о выплате дивидендов от брокера, расположил их аккуратно сбоку экрана и начал постепенно забивать данные. Дату выплаты дивидендов и дату списания налога я ставлю одну и ту же. Это то число, когда дивиденды пришли на мой счет. После мы повторяем это действие столько раз, сколько у вас было выплат по дивидендам. У каждого из методов заполнения декларации есть свои плюсы. У этой же программы он в том, что вы можете скопировать выплаты от одних и тех же эмитентов, и вам остается только поменять дату. Тут мне показался этот процесс более быстро. Так как я инвестор публичный и везде свечу своими портфелями, я делаю все по-честному и вношу даже те компании, с дивидендов которых удерживается 30%. За них, разумеется, доплачивать ничего не придется. Просто я отчитался, что у меня есть доп. доход, который уже обложен 30% налогом. Realty Income – одна из подобных компаний. Давайте теперь посмотрим отдельный пример. Вот мы вбиваем General Electric, то есть мы копируем название компании, указываем код дохода, это дивиденды. Далее проставляем доход, который нам пришел, это общая сумма, и та сумма, которая у нас была удержана на той стороне. Также вставляем дату, и есть тут такая кнопочка волшебная, посчитать все автоматически. Вы нажимаете, и у вас все по курсу сразу пересчитывается. Итак, после того, как вы закончили, у вас должен получиться список различных эмитентов, они могут повторяться. Это все ваши компании, которые выплатили вам дивиденды на разную дату. Примерно вот так. Ну и после того, как вы все это сделали, вы можете переходить смело к вычетам. Здесь я тоже не увидел ничего сложного. Вы вбиваете данные по вашему имуществу, которые приобрели. Напоминаю, что вы можете вернуть до 260 тысяч за свою жизнь при покупке квартиры, и до 390 тысяч рублей, если вы взяли квартиру в ипотеку. Вы вбиваете кадастровый номер, пишете, что вы собственник объекта, и вносите стоимость вашей доли. Если вы состоите в браке, как правило, у вас стоимость делится 50 на 50. Мы с женой писали отдельное соглашение, чтобы на мне была большая доля, 2 миллиона, так как я могу вернуть этот вычет быстрее с моими доходами. Так, а теперь я попрошу всех внимания. Это то, за что обычно берут деньги. Помощь в оформлении вычета из типа А. Вы удивитесь, но здесь нужно заполнить всего одну строчку. Чуть позже покажу, как это сделать онлайн, там тоже ничего сложного. В итоге, если вас интересует вычет типа А, когда вы возвращаете 13% от вложенной суммы, то здесь вам просто нужно написать, какую сумму вы внесли вот в эту строку. Если же вы хотите оформить вычет типа Б, то вам просто нужно нажать на галочку. Все, с вас 3000 рублей. Шучу, конечно, но если вы хотите поддержать наш канал, не забывайте ставить лайк и прочитать мою книгу. Ссылку я оставлю в описании. Когда у вас все готово, вы просто выгружаете файлик, заходите снова на сайт налог.ру в личный кабинет, нажимаете подать декларацию, и здесь уже нажимаете на кнопочку загрузить файл. Ну а теперь вернемся к заполнению онлайн. Я думаю, этот метод может показаться многим даже проще. И плюс в том, что если вы делаете это в марте, то все справки 2НДФЛ уже подгружены в сервис, и данные берутся оттуда автоматически. Итак, вы заходите в налоговую декларацию, выбираете доходы за пределами РФ. Это здесь мы как раз добавляем дивиденды, чтобы заплатить 3%. И также аналогично по нашему методу мы вписываем название компании, указываем страну. В данном случае напишем Centurilink. Страна, помните, я говорил, что надо запомнить код 840. Пишем 840, сразу у нас выходят Соединенные Штаты. Двигаемся ниже, выбираем процентную ставку. Да, это у нас 13%, хотя у нас удержано всего там 10. Вид дохода мы ставим дивиденды. Здесь у нас спрашивают, предоставлять ли вычет. Здесь никакого вычета у нас нет, это дивиденды, сумма налога, ну а также дата поступления денег на ваш депозитарий, скажем так, когда вы получили дивиденды. Далее у нас спрашивают код валюты. Мы снова пишем 840. У нас выходит доллар США. И здесь также есть кнопочка, которая позволяет автоматически все посчитать, чтобы не высчитывать вам курс на каждый день. Вы делаете определить все автоматически. И здесь сразу появляется сумма, которую вы уплатили там в рублях, которая у вас удержалась в рублях, и сколько вам осталось заплатить также в рублях. Затем вы снова нажимаете добавить источник дохода и добавляете следующий источник дохода, то есть это следующий дивиденды от другого эмитента по тому же сценарию. Дело пойдет быстрее, после того, как вы попробуете сделать это 6-7 раз, и у вас уже набьется рука, вы будете просто на автомате все вводить. Ну а далее, как вы все забили, мы снова переходим к вычетам. У меня были имущественные и инвестиционные. В имущественном там все просто, так как вы уже на сайте налоговой, они знают, какая у вас квартира, там все вбито. Ну а чтобы получить вычет по ИИС типу А, вам нужно просто написать в этой строчке сумму до 400 тысяч рублей, которую вы внесли. И все. Ну затем мы нажимаем далее. Вам выходит окно, есть ли у вас переплата или нет. У меня этой переплаты нет, мне даже надо доплатить за мои дивиденды. Далее мы все проверяем. И далее у вас тут все выходит, вы просто проверяете, все ли у вас правильно, какой налог у вас исчислен, какой у вас удержан. Затем вы прикрепляете необходимые документы и отправляете все на проверку в налоговую. Напомню, что проверка длится 3 месяца, и после этих 3 месяцев, в течение месяца, у вас будет происходить возврат. Надеюсь, что у вас все получилось. Удачи вам и хорошего дня. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова